А сами концерты, вот толпа, люди слушают то, что уже тысячу раз слышали в записях, на бобинных магнитофонах. Что он пел? То есть он пел все, что было популярно. Я не думаю, что у него там был огромный выбор, репертуар. Или все-таки население в зале как-то так подсказывало, что она бы хотела услышать? Пейдберг замечательно пел концерты. То есть без ведущего он сам все? Да, конечно. Все-все бары. Никогда у нас не было ведущих. Ни на одном из концертов. Он прекрасно вел свой концерт, он был рассказчик удивительный, можно было его слушать бесконечно. Я был на одном из его концертов в Москве, на котором он спел всего одну песню. И народ остался довольный, он все время рассказывал. Рассказывали, его были потрясающие. Многие из них потом он включил в какие-то свои, он же писал прозу, сейчас немало издано. В то время он сам мне говорил, что у него есть порядка 300 песен. А сейчас его любители нашли гораздо больше его песен. И он на концерте, на обычном концерте он исполнял от 20 до 25 песен. Он никогда не повторялся, почти никогда. В Вильнюсе он знал, что на первых рядах сидят одни и те же люди. Это самые большие его поклонники. Поэтому у меня был действительно такой курьезный случай с первым его концертом. Я вам сейчас расскажу немножко тогда о гонораре. Значит, когда мы договорились с Нечаевым о этих билетах, я понимал, что надо какую-то часть нам покормить, надо ему заплатить какой-то гонорар. И тогда я попросил Нечаева пригласить на билеты на первый ряд. Допустим, на первые ряды. С тем, что я их отдам, тем, кто распространяет билеты, он с этим пригласил. Типа поощрения. И когда я принес эти билеты домой, три концерта, я подумал, эти билеты я тоже должен продать по полтора рубля. Я думал, откуда у меня столько знакомых и друзей, хороших друзей, на которых я могу сто процентов положиться. Знаешь, что никто из них не поет, в АПХС и не скажет, кто-то меня пригласит на билеты, а за него заплатил полтора рубля. И тогда я собрал своих друзей, небольшую кучку, и спросил у них, ребята, вы любите песни Визбор? Они говорят, конечно, а вы слушаете его записи. Сколько раз вы слушаете? Кто-то сказал, 20, кто-то 100, кто-то говорит, я, наверное, 500 раз слушаю его записи. Я говорю, ну вот, я вам предлагаю билет, один билет на все три концерта. Вы слушали десятки раз его записи, послушать его живьем три раза, я думаю, вам будет интересно. И таким образом я в три раза уменьшил количество этих людей, которым надо было нелегально продать пригласы. Можно было довериться. Но когда Визбор вышел на первый концерт, и он тогда начинал такими словами, чтобы вы завтра не рассказали, что вчера не рассказали своим друзьям, что вчера встречались с Борманом, я расскажу о себе, значит, он видел только первые ряды, потому что зал был довольно темный. На втором концерте повторились вот эти вот слова начальные, вот выйдя на третий концерт, он начал говорить, чтобы вы завтра и заткнулся. Хотя у него был очень большой опыт выступлений, потом после концерта он меня спросил, Фима, а что вы сделали, там же сидят на тех же местах, те же люди. Ему казалось, что это весь зал, он видел даже только первые ряды, те же самые люди, которые уже третий раз сидят на концертах. Вел концерты замечательно, и были у него песни, которые он не пел на концертах, но не потому, что они были какие-то очень откровенно антисоветские, а, по-видимому, потому что он считал, что публика их не поймет. И были у него такие песни, к которым он очень бережно относился и не выставлял их на публику. В Вильнюсе он, допустим, на концерт в 82-м году, по-моему, нет, в том же 80-м, он трижды приезжал с концертами, и трижды ему делали три выступления подряд, значит, три концерта за один приезд. Он спел первый раз такую песню, сейчас я вспомню, новогодняя песня, попробуем, «Сон под пятницу» она называлась. И когда мы после концерта сидели и разговаривали, он у меня спросил, как тебе эта песня? Первый раз он ее вспомнил на концерте, я говорю, замечательная песня. Вот тогда что-то портнул так под нос, я с трудом разобрал, зря я ее спел. Я спрашиваю, Юрьевич, почему такая замечательная песня? Она говорит, не для пешеходов. Я понял, что вот это «пешеходы» в кавычках, это для него люди, которые, по-видимому, считают, что не все поймут вот так, как он хочет. Поэтому было порядка половины, я думаю, песен из тех, что он написал, он не пел на концертах, но перед смертью, когда он уже тяжело болел, это был очень тяжелый период, он записал эти песни на кассеты, на кассеты это было порядка 120 песен, и он эти кассеты передал мне, чем, что меня очень тронуло, не только мне, он отдал еще одному человеку, и так далее, и многие песни слышал впервые его песни. А ты осталась колеца у вас? Они, нет, эти песни все уже есть в записи, все есть в медийном пространстве, сейчас уже все это выставлено. А скажите, пожалуйста, опять же, с точки зрения сегодняшнего дня, такая знаменитость в Вейсборг, в Вильнюсе, сейчас бы наверняка куча представителей сливок, элиты набежала, чтобы показать, что он близок к этому человеку, к этой звезде. А тогда были такие предложения, вот типа, Ефим, а давайте организуем такую вот в квартире, вот где-нибудь тут, я свою компанию приведу. Скажем так, для особ приближенных к этим сливкам не было. Все было очень демократично. Мы действительно, да, ужинали вместе, и он часто был у меня дома, и я приглашал своих друзей, вот тех, кто мне помогали, всех, тех, с кем я ходил в город, вот друзей своих. И это всегда было довольно скромно. Бывали случаи, что журналисты предлагали дать интервью, хотя понимали, что мало очень шансов, что это будет так увыковано в то время. И он тоже это понимал. Хотя, казалось бы, это странно. Он же не был таким антисоветчиком, типа, как можно было подумать, что его из-за этого не пустят. Не пошелось просто немножко неофициально, так скажем так, или... Почему? Он действительно, он писал на социальные темы, и одна из его песен была в то время самой на слуху, как самая антисоветская. Зато мы делаем ракеты, и перепели не сей, даже в области балета, мы впереди планеты всей, за которую он очень пострадал за эту песню, и даже первый его сборник, по-моему, это была проза, которая уже была набрана в издательстве, был просто... Ну, рассыпали. ...сыпали из этой песни. Ну, не знаю, мне трудно ответить, Паша. Мне кажется, тут все объясняется довольно просто. Его произведения, это вообще-то общечеловеческие, а и тематика общечеловеческая, такая вот, можно даже, человеческая. А вот, это, кстати, во все времена, мне так кажется, власти не очень любят, когда вот за рамки выходят. Конечно. Есть рамки, нами определенные, вот и катитесь по этим рамкам. Я думаю, это беда всех творческих людей, которые не укладываются в это. Особенно в те времена. Он писал, наверное, и пертуар, все равно не утверждали же, как иногда требовалось. А, кстати, по поводу этих концертов, утверждения пертуаров, не приходилось ли пойти в райков партии и утверждать? Это же было обязательное условие, практически. Несколько раз, несколько раз и в МВД во дворце, и во дворце железнодорожников они требовали, но не у меня, они всегда обращались, эти официальные органы, к руководству этих дворцов. И тогда те просили у меня дай какой-то список. И это навело меня на мысль издавать буклеты с текстовых песен. И с перечным песен. Эти буклеты надо было залитовать. То есть, был такой глаблит управления по литературе. И главный, на самом деле, это была цензура, но пройти их было очень сложно. И было какое-то, скажем, ухищение, как мы могли залитовать. Кстати, только здесь, в Вильнюсе, их песни выходили официально залитованными на этих брошунах. Вы говорите не только о Висборе. Нет, вы говорите не только о Висборе. Висбору это очень помогло, как и другим. Висбор как-то уже в тяжелые времена, когда он очень редко выступал в Москве, и вообще уже почти не выходил из дома. И он очень нуждался в деньгах. У него должен был быть концерт в большом зале в Москве. И в последний момент ему этот концерт, что называется, зарубили. Кто вы такой? Вы можете выступать с лекциями. Вы официально киносценалист, журналист. Но кто вы такой, чтобы выступать с песнями? Ваши песни где-то издавались? И тогда он вспомнил об этих буклетах, и он вытащил буклет. И это для них было аргументом. Потому что достаточно было, чтобы это было залитовано в любой из республик. Прошло цензуру. Это уже имело силу на всем пространстве той страны. Ефим, а скажите, пожалуйста, идея вот этих брошюр как-то обсуждалась с Висбором? Не было потому что... Да, конечно. Скажем. Есть скользкий денежный момент. Фима на этом зарабатывает, Висбор ничего не получает. И как вы решили этот вопрос? Мы их раздавали. Во-первых, мы их раздавали бесплатно перед концертом. Перед самим концертом они раздавались. Уже в зале. Или когда входили в зал, у них отрывали билет. Там работник дворца Жендорожников тут же стоял... Как в свое время программки. Там всегда была фотография Барда. Это тоже была редкость. Их фотографии нельзя было увидеть в СМИ. Невозможно было. И тексты песен. Я старался обычно ставить и новые песни, которые вообще мало кто слушал. Они всегда сами, эти Барды и Висборг, они... Ты портал для исключения. Они присылали мне эти тексты здесь. Висборг, кстати, не прислал. Он сказал, возьми из моих этих записей, из этих кассет, которые тебе прислал. И я взял и допустил там несколько грамматических ошибок. Не понял, потом я это было... Наверное, он просто не понимал, насколько это непросто снимать текст вот таким образом. Он вообще-то обещал писать, но тянул, тянул, а время у меня уже не оставалось. Надо было уже идти в типографию после главы и так. Скажите, пожалуйста, ну вот вы провели концерты, прощаетесь, провожаете Висбора. Он как-то, вот эти первые концерты, как-то поговорил с вами о впечатлениях, насколько ему все это понравилось, не понравилось, что понравилось, что не понравилось. Был такой разговор? Конечно, конечно. Я старался сделать так, чтобы им не надоедали. Вот беда этих авторов, что они были очень популярны в своей среде, и куда бы они ни приезжали, в тот же Саратов или в Ригу, их всегда вступали, вечером всегда просили, чтобы они попели за ужином, все. Я старался, чтобы этого не было. А выпить вместе с Визером, это же святое дело. А как вы это ограждали? Удавалось всегда? Нет, ну за ужином. Не, не, я говорю, где-то в общих вышли в ресторан какой-нибудь, тоже наверняка сложно от этого отбоялиться. Нет, в ресторанах никогда у нас не было какой-то, вокруг него какой-то публики, каких-то его поклонников. Если мы шли, это был действительно завтрак, или обед, или ужин без сопровождения. Без всякого сопровождения. Вильнюс, конечно, очень нравился. Надо сказать, что Вильнюс снялся в замечательном фильме, в первом фильме Арсанда, извините, хлопалась головой. Одна из лидеров потом «Новые волны» в советском кино, Динара Арсанда. Беодиплом он в фильме «Рудольфил». Чудесный фильм, я очень рекомендую, кто не видел, он есть в Ютьюбе, 40-минутный фильм, очень, с одной стороны, наивный, и в то же время очень добрый. Любовь между пожилым человеком и молодой девочкой. Все это снималось в основном в «Жермуна» и немножко на атаканеце. Жутист Барон Вильнюс знал, у него была замечательная песня «Католическая церковь на высоком берегу», написанная как раз в тот период. Вообще, у него было несколько песен написанных здесь, в Митвееве, в Вильнюсе, по прекрасному Чурлёнису. Им и нравились эти приезды, он с удовольствием приезжал сюда. И последний его приезд, последний его полный концерт в Вильнюсе, ему уже не разрешали врачи выступать. И домашним он сказал, что он едет на дачу, на свою дачу, в Москву. И он приехал на поезде, что меня тогда очень удивило, потому что я говорил, что он всегда летал на самолете. И уже концерт он проводил сидя на концерте. Это в каком году? Это было 3 декабря 80-го года, номер 84-го года, извините. Ой, извините, извините. Я сейчас дважды ошибся. 2-3 декабря 83-го года. Он умер 17 сентября 84-го года. Причина его смерти была целая цепочка, в общем-то, несчастья. Он, несмотря на свою внешнюю грузность, если вы увидите его фотографии, помните его, человек такой, нет, не поджарный спортсмен. Он, тем не менее, активно занимался спортом, альпинизмом и горными лыжами. И как-то катаясь на... Он был инструктор по горным лыжам. Катаясь в Кировской, там, в Севере, в него влетел, прорезался неуправляемый горнолыжник, молодой, начинающий. И он получил очень сложный перегон. Парен свой кости в избор, и вынужден был долго пролежать дома. И когда он встал, у человека, который привык двигаться, был все время в движении, и вот он пролежал несколько месяцев, он встал, и через, буквально, не помню, но короткий период, он получил очень обширный инфаркт. Настолько обширный, что врачи считали, что он уже из этого не выйдет. Но его выходили, в первую очередь, в первую очередь, врачи, конечно, но его жена, видите, его жена Нина Висборг практически не отходила от него. И он вышел из этого, но получал очень сильные лекарства, часть которых привозили за границы, часть которых было еще экспериментальным, потому что врачи считали, что он обречен, но он нет из этого положения. И вот это, по-видимому, привело к следующему, к смертельной болезни, циррозу печени. И вот когда он приехал тогда в декабре к нам, это было уже после инфаркта, но еще не знали о его смертельной болезни. И вот это были его последние практически полные выступления. После этого он еще выступал, но это не были полные концерты, а последним его вообще выступлением было, по-видимому, его друзья отвезли в партлагерь в цель, тоже не знали еще о этой болезни. И там он был в айфории, как рассказывали, он вообще жил горами, он любил горы. И там прямо в лагере, на таком самодельно сколоченной сцене, он дал свое последнее практическое выступление, и спел свою последнюю песню о цели. В этом же лагере. А последние концерты в Вильнюсе где были? Два было во дворце МВД, и один во дворце Жизни Дожурникова. И снова без всяких проблем были заполнены залы? Залы, конечно. Билетом вообще была история, вообще как появился ажиотаж на эти концерты. Я не знаю, что это здесь рассказывает. Ну давайте, потом решим, оставить или убрать. Значит, я вам говорил, что первый бар, с которым живы мы встретились, это был Юрий Кукин. И Юрий Кукин тогда предложил, попросил у нас устроить ему концерт, надо было заплатить какой-то гонорар. Я отпечатал какие-то самодеятельные билеты, фотографии такие, на которых была изображена гитара, по-моему, у Володи есть. Сохранился у меня нет. Должно искать. Я своим друзьям какое-то количество распространил, но оставалось еще очень много. Я тогда хотел собрать хотя бы 100 человек в зале. И тогда я просто шел по улице, я помню, эта улица тогда называлась Горького, сейчас Диджой. И когда я видел прохожих с какими-то, как мне казалось, интеллигентными лицами, я подходил к них и спрашивал, вы слышали когда-нибудь такими, как Ахуджава, Сос, какими-то, да-да. Я говорю, так у нас будет выступать Укин, он такой же. И мне удалось таким большим трудом рассолкать эти билеты. Второй концерт приезжали кроковчане, уже было чуть-чуть проще, но все равно было трудности. И тогда мне предложили двух очень хороших исполнителей из Ленинграда. Они пели песни разных авторов. Это было для нас важно, потому что в Вильнюсе мы знали вот эти известные имена. Но такие имена, как тогда молодых, Долиной, Вероники, Суханова, Александра, еще здесь не знали. Мне хотелось, чтобы люди познакомились с более молодыми авторами. А те попросили сделать им два концерта. Я напечатал билеты на эти два концерта. У меня был большой ящик конструкторский, большой конструкторский стол и там широкий ящик для чертежей. Эти билеты у меня лежали в ящике. Я сидел, не понимая, что я буду с ними делать, с этими билетами. Куда их распространю? На два концерта. На один не выдавалось, да. В этот момент подошел ко мне тоже работником нации, трубовое дело. Тоже он ходил в походы, ходил на эти концерты. И он говорит, Фима, я слышал, что будут какие-то ленинградцы у нас спеть. Я говорю, да, да. А у меня настроения нет совершенно. Он говорит, ну не знаю, брать билет, не брать билет. И тут осенило меня. Я ему говорю, а что ты калибришься брать, брать билет, а ты уже все равно нет. Он говорит, он как с ужасом на меня посмотрел, с удивлением. Как говорит? Нет. Я говорю, билет уже все продали. И что? Ты мне, ну, билет мне не можешь делать. Я говорю, ну знаешь, мы все-таки с тобой друзья, я работаю вместе. Но много я тебе не могу дать. Не больше десяти билетов. Десять я тебе дам, но больше не проси. Он уходит, приносит мне эти десять рублей, когда-нибудь порублю. И вот с этого момента билетов никогда у нас не было. Никогда. Это было самой лучшей рекламой. Попасть на эти концерты было делом крестижа тоже. Ну, слава богу, попадали в основном люди, которые любят это. Потому что в те времена, вы знаете, допустим, Тагавка, тот же театр, куда попадали те, кто могут. И поэтому между публикой и актерами на сцену своего контакта не получалось. Тут все-таки приходили люди, которые любят, но они знали, что получить билеты трудные надо хватать. Все, что им надо хватать. Хоть мы никогда не будем пробивать. Ну, как сам распространитель, тоже получал билеты, и у меня не было проблем на все концерты. Вот брал, получал, и все, привозил домой, обзванивал ребята, вот, все, получите. удалось урвать. Фима, мне как-то удивительно, если вы после всей этой первоначальной стадии своей карьеры продюсера, так и не пошли по этой, все-таки, не пошли по этой стезе? Нет, я это делал, из любых этой песни, вот эти все дела вокруг финансового и прочее, меня очень привлекает. Ну, где деньги там, наверное, и возможность грязи всякой такой, нехороших моментов, но и бог с ними. Я думаю, что вот эта страница в вашей жизни, наверное, все-таки, как светлая и ничем не омраченная, ну, помимо тех, что компания, которая интересовалась. Это все забыло. Нет, не забылось, но это тоже, ты приходил туда, конечно, всегда шел сердце йокало, потому что прийти в это здание, в очередном, да, что там скажут, иначе. Всегда писал, они заставляли писать это все. Потом мне, когда эти архивы открылись, у нас знакомая, которая работала там, отсветилась, тогда тоже это было еще нельзя, но она мне по секрету их напоминала. Я читал эти наивные, что мы любим эти песни, вот нам дали такой-то человек нам, наш знакомый, московский турист, дал нам телефон, по нему узнал телефон Висбора, я ему позвонил, или там, кого-то другого, попросил приехать, никаких гонорар, никогда я еще не шла, там все. Они бы, конечно, понимали, что это все чепуха, что это все не так. Но им тоже надо было работать, справочки собирать. Но они делали вид, что я делал вид, что я свое, и вот таким образом я не хотелось отбыть. А, наверное, если бы сейчас мы начинали разговор заново, вот самое интересное, особенный какой-то случай, если выделить, что бы хотелось вспомнить, какой-то момент может быть из-за отношений с Висбором. Потому что несколько лет все-таки вы с ним более или менее тесно контактировали. Ну, я не скажу, что очень тесно. Он приезжал в Винус, приезжая в Москву, я всегда приезжал, привозил этот литовский хлеб черный, который он очень любил. И уже незадолго до смерти, я не знал, что это, я не знал, что это, близко, это уже знали. Я приехал, я помню, привез ему розы. Привез ему из Винуса розы в Москве. Почему-то было очень трудно туда купить, не знаю почему, большие красивые розы. Привез ему букет, а он лежал на кровати. Кстати, жили они с женой, супругой, очень скромная квартира, однокомнатная квартира. Иногда с ними жила и его теща, мать жены, которая из Западной Украины, она часто приезжала и подолгу жила у них. Они как-то тридцать розы человека, сживались между собой. Я принес эти розы, а у него, он лежал на постели, рядом с ним стояла ваза, и там стояли бумажные розы. И он тут же с такой радостью крикнул, «Лина, выброси этот мусор!» И она поставила туда тот букет. Ну, а из таких, наверное, эпизодов, связанных с ним, с Висбором, там было очень много всего. Мне трудно так вспомнить. Вот в ту поездку, памятную, в Каунас, он был машином, он был абсолютно автолюбителем. И он, и Куджава, как говорим, часто, не часто, но ездили вместе на машине и в Дании, края у него была Жигули. Мы ехали в Камус на Жигуля. На чьих? На его, он вел. Он приехал сюда на Жигуля? Да, из Москвы. Да, он приехал с Сережей Никитиным, был сынишкой их, Сашей Никитиной. Он тогда был 10 лет, совершенно боятельный, сын Сережи и Дани Никитина. И была с нами Таня Никитина. Сейчас я попытаюсь вспомнить. Таня. Да. И возвращаясь из Каунас, уже после того, как мы погуляли по Каунасу, были в музей Чурленис и музей чертей, встретились с его тетушкой. Мы где-то по дороге, недалеко от Кащидориса, в придороженное ресторанное, сели кушать. И тут он пройдет сокутно, что-то... Я вижу, что он о чем-то задумался. Уже заеду, он пройдет строчку по прекрасному Чурленису. Говорит, вот это будет... Проделась строчка. Да. Песня возникла не сразу, я думаю, через какое-то время, но вот как-то мне это запомнилось. Расскажите, пожалуйста, вот это сейчас в порядке вещей на улице узнают, там подходят селфи и так далее, а тогда уже было такое, чтобы подойти, вот ты звезда, но с улицы подойти и сказать, а можно ваш автограф? Были такие случаи? Узнавали его на улицах? Или все-таки в Вильнюсе были воспитанные люди, узнавали, но не всегда подходили? Правильно. Узнавали, я видел, что узнавали, я видел даже знакомые лица, но не помню случай, что подошли, все-таки... Ну и понимали, что... И потом эта публика, она особенная, это все-таки люди, которые не будут там скакивать, кричать на концертах, другой жанр и другая публика. И другая немножко культура, наверное. Наверное. Продолжение следует...